Добрый вечер. В прямом эфире новости Прима. Я Анастасия Цыганова. Сейчас коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Минтруда России разрешила работодателям отстранять от работы непривитых сотрудников. Двоих пьяных антимасочников скрутили пассажиры и водитель автобуса. Лежачие полицейские на Татышеве. Огромная промоина на Норильской и дорожная разметка на ямах в рубрике «Дежурная группа». Насколько задержится в Красноярске изнуряющая жара? Подробный прогноз синоптиков через 8 минут. Работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины. При отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации. Работодатель, кроме отстранения, вправе самостоятельно или по инициативе работника предложить ему перейти на удаленный формат работы. Однако таким правом рекомендуют пользоваться только если у сотрудника есть противопоказания и ему нельзя делать прививку. Напомню, обязательную вакцинацию в Красноярском крае ввели 23 июля. Это касается работников 16 категорий из сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли общепита, гостиничных услуг, а также работников салонов красоты, соляриев, саун, фитнес-клубов, бассейнов и аквапарков. К 15 сентября прививки должны поставить до 60% сотрудников. Еще в одном детском лагере под Красноярском вспышка коронавируса. В соцсетях родители рассказывают, что через неделю пребывания в лагере Солнечная Республика, это в Ермолаево, одного из мальчиков ночью увезли на скорой. У него подтвердился диагноз коронавирус. Остальных детей администрация учреждения попросила срочно забрать. И сейчас они все сидят на двухнедельном карантине. Добавлю, лагерь Солнечная Республика принадлежит структуре ГУФСИН по краю. В ведомстве эту ситуацию обещали прокомментировать позже. Домашние матчи регбийного и футбольного клубов пройдут без зрителей. Такое решение принял местный Роспотребнадзор. Краснояр играет сегодня, Енисей в субботу, 31 июля. Раньше можно было заполнять трибуны наполовину, но сейчас из-за увеличения темпов распространения инфекции решили их полностью закрыть. Спортклубы обязаны подчиниться предписанию. 483 новых пациента выявили в Крае за сутки. Это самый низкий суточный прирост за последние 10 дней. На первом месте по количеству подтвержденных диагнозов Красноярск 104 пациента. На втором Норильск, где заболели 49 человек. На третьем Назарова 26 новых диагнозов. Выписались из больниц Края 250 человек. Умерли 17. В районе Платинум-Арены пьяный пассажир-антимасочник напал на кондуктора и был скручен водителем и очевидцами. Это говорю, успокойся. Давай, мать, тридцати. Если ты нажал, то ты мне сказал. Все произошло в автобусе 80-го маршрута. Двое нетрезвых пассажиров отказались надеть маски. Один из них полез в драку с кондуктором. Агрессивного мужчину скрутили пассажиры. А водителя маршрутки в это время отталкивало второго драчуна, которого тоже прижали к земле и удерживали до прибытия сотрудников правопорядка. В полиции выяснили, что напавшего на кондуктора пассажира уже задержали и выписали протоколы за побои и мелкое хулиганство. Наша дежурная группа начинается с полного провала на улице Норильская. Здесь уже не в первый год, вот в буквальном смысле уходит земля из-под ног. Причем новости примы снимали это место уже не в первый раз. И каждый год одно и то же. Вот этот овраг, если так чисто психологически подходить и не знать ничего, идешь и можно получить, во-первых, травму. Пять раз пройдешь, а на шестой раз тебя просто туда и снесет. И не обязательно это может быть ребенок, это может быть пожилой человек, человек в возрасте, маленький ребенок. Даже те же гуляющие там мама с ребенком с этой коляской впереди идет и вдруг под ней, ну, рушится земля. Обрыв образуется. Вот оттуда ливневые воды сходят, идут вот в ту ливневочку, где люк сейчас забит, забивается и все уходят в обрыв, размывают его. Регулярно мы обращаемся в УДИП. Мы пишем, люди очень мало обращаются. Мы вообще как-то не ходим мимо. Я даже не знал до нынешнего момента, что там какие-то оползни сходят. Я знаю, есть ручей внизу, что почва там как-то деформируется, я не знал. На всей территории, уходя даже туда, дальше можно встретить таких обрывов около трех штук. Хотя горожан, как мы поняли, это не сильно пугает и некоторые даже и не знают о них. Но все равно на этой неделе чиновники обещают с этим справиться. Чуть меньше месяца назад от Кольца на Мичурино до Перекрестка монтажников по всей улице Грунтовой положили разметку. А вот дорогу сделать забыли. С начала сезона автомобилисты жалуются. Появились на дороге ямы и провалы в асфальте. Ну как бы тут лучше бы дорогу сделали бы, чем разметку. Ну а что разметка она решает? Как бы вот ездили без разметки нормально, в принципе. Меня устраивало. Ну удобнее стало ездить? Да нет, конечно. Не намного удобнее. Почему? Ну потому что и разметка не соответствует, и качество дороги не такое. Ну дорога здесь в отразительном состоянии, вы сами видите. Ну разметка все равно нужна, чтобы хотя бы водители ориентировались. А то тут же, если дальше туда проезжает, там на встречную вылазит. Если с ремонтом дороги можно было и подождать, отремонтировать придется два километра участка, то с разметкой ждать нельзя. В начале июня автомобилисты жаловали, что здесь высокий риск аварий. Наша группа приехала на следующий дорожный пункт – Татышев парк. Здесь недавно появились лежачие полицейские между восточной и западной парковкой. Теперь местные шумахеры не смогут разогнаться как следует. И это даже хорошо. Администрация парка рассказывает, из-за скорости автомобилисты часто врезаются в бордюры и не вписываются в поворот. Да в принципе, ну неплохо, что они есть. Как бы люди аккуратнее начнут ездить, не сильно разгоняются. Я думаю, от них хуже точно не будет. А мы аккуратно едем дальше. А на высоте сегодня раздают подарки. Культурный центр приготовил огромную, гигантскую раскраску-матрешку для всех горожан в честь будущего праздника русской культуры. Но сам праздник будет 28 июля. А сегодня и в принципе завтра с 10 до 7 вечера любой горожанин может прийти и раскрасить эту матрешку. Чем в принципе сейчас я и займусь. Ну просто интересно. Я люблю пораскрашивать. Мама расслешила. Конечно, ну то есть если дети в процессе, то и ты тоже. Решили включить это мероприятие в план своей прогулки в понедельник. То есть мы пошли в парк, потом сюда, сейчас дальше пойдем развлекаться. Ты просто пришел пешком. Никуда ехать не нужно в любое время. Не нужно к этому готовиться. Просто иметь хорошее настроение и немножко времени. Пока я вношу культурный след, хочу напомнить, что если у вас есть приятные новости и не очень, обязательно о них рассказывайте нам, пишите и звоните. Для вас сегодня дежурили Анастасия Баскова, Илья Гришан, Новости Прима. Погода на этой неделе испортится и кажется это уже произошло. Сегодня был последний день с изнуряющей 30 градусной жарой. Ночью будет гроза и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Завтра уже 25 градусов тепла и дождь, который продлится до четверга включительно. Самым прохладным днем будет среда, всего до 22 градусов тепла днем. В четверг плюс 23. В пятницу по прогнозу дождь должен прекратиться. В выходные уже до 25 градусов тепла и без осадков. Четырехлетний ребенок получил травмы по вине водителя автомобиля с иностранными номерами. Все произошло в микрорайоне Солнечной на улице 60 лет образования СССР. 27-летний мужчина за рулем Хонды во время поворота налево не предоставил преимущества другой Хонде. А после врезался еще в две припаркованные иномарки. Водить виновник ДТП нигде и не учился. Прав у него нет. Машина на территории России не зарегистрирована. Пострадал его пассажир и ребенок. А сейчас еще пять новостей. Продолжение следует. В ГИБДД рассказали подробности. 24-летний мужчина на Тойоте Короле выехал навстречу и столкнулся с Митсубиши, за рулем которого был 77-летний мужчина. Тот от удара отлетел еще в одну иномарку, которая по цепочке врезалась в кроссовер Мазда ЦХ5. Три человека получили небольшие травмы. Виновник аварий был сильно пьян. Алкотестер показал 0,94 промилле. Полицейские устроили облаву в теплицах Емельяновского района. Чтобы поймать работников, оперативникам пришлось бегать по полям. Из 55 человек, это граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, 29 нарушили миграционное законодательство. Большинство аукционов на поставку питания в школы Красноярска признаны несостоявшимися. Тендеры сорвались из-за того, что желающих поучаствовать либо не нашлось, либо заявку подал только один участник. Победитель определился только в железнодорожном и центральном районах. Там обеспечивать детей завтраками и обедами будет ООО «Кулинар». Вокруг Красноярска пошли лисички. Гремники говорят, что в этом году урожай начался позже почти на две недели из-за холодной весны. Грибы есть в районе железнодорожной станции «Снежница» в Емельяновском районе. Александр Узб посетил завод «Радиосвязь». Оборонное предприятие теперь сотрудничает с красноярским бизнес-инкубатором. Благодаря этому местные предприниматели, которые занимаются техническими разработками, могут создавать и дорабатывать свои продукты на самом современном оборудовании. О первых плодах и перспективах расскажем в репортаже далее. Почти всё, что производят на заводе «Радиосвязь», нельзя снимать на видео и показывать по телевизору. Военная тайна. Но сегодня оборонное предприятие держит курс на сотрудничество с малым и средним бизнесом и помогает предпринимателям доводить новаторские идеи до воплощения. На «Радиозаводе» теперь размещается высокотехнологичное оборудование красноярского бизнес-инкубатора. Для того, чтобы малый бизнес развивался, нужно ему помогать достаточно серьёзно. Наша составляющая может быть в том, что мы будем помогать в части технической и прикладной, потому что у нас много технологий, которые есть на предприятии. И посредством применения этих технологий можно каким-то образом усовершенствовать продукт. Может быть, сделать его качественнее, может быть, сделать его более приемлемым для покупательского спроса. Завод «Радиосвязь» стал индустриальным партнёром красноярского инновационно-технологического бизнес-инкубатора. Теперь предприниматели могут заказать здесь производство печатных плат, микроэлектроники, обработать детали. С начала 2021 года за услугами на предприятие при поддержке Критби уже обратились более 13 компаний. Раньше оборудование Критби находилось на разных площадках. И для оказания субъекта МОСВ приходилось перемещаться с одной площадки на другую. Кроме того, они не могли получить весь комплекс услуг по технологической поддержке. Сегодня оборудование Критби встало в производственную цепочку предприятия «Радиосвязь». Тем самым мы увеличили объём предоставляемых услуг и скорость этих услуг тоже увеличилась. Сегодня губернатор Край Александр Рус осмотрел производственные площадки радиозавода, где теперь установлено оборудование Критби. Важно, прежде всего, привлекать инноваторов, привлекать молодых людей, которые имеют стремление технически мыслить и быть авторами современных научно-технических разработок. И в этом смысле шаг, который был сделан, а именно объединение Критби и этого предприятия, на мой взгляд, делает работу Критби более практикоориентированной, а значит и эффективной. Сейчас Критби и радиозавод совместно работают над новым перспективным проектом производства станций тропосферной связи. Это оборудование позволит обеспечить отдалённые территории края стабильным интернетом и сотовой связью. Она станет более совершенной и дешёвой альтернативой спутниковой. Специалисты планируют уже в этом году выдать опытные образцы, а серийное производство станций начать в 2022-м. Прогуляться по обновлённому скверу на улице Комарова можно будет уже в конце июля. В этом году там появилось собственное освещение, новый асфальт, лавочки и качели. Однако такое благоустройство нравится не всем местным жителям. Подробности в сюжете. Качелька может быть там вот в конце, где набережная, может быть вот там. Нам на аллее скамейки ни к чему. Вот такие претензии у местных жителей к новому скверу на улице Комарова. Мнения разделились. Одним по душе новая инфраструктура, другие не хотят никаких перемен. Например, недоверие жителей вызвали будущие качели в новом сквере. Всё из-за ночных хулиганов, которые приходят на детские площадки и не дают жителям спать. Но власти говорят, во-первых, за сквером и его благополучием будут следить. А во-вторых, такие площадки просили многие жители. Например, мамы с детьми, пожилые жители, кто хочет посидеть на воздухе. Здесь действительно очень уютный сквер. Вот вы видите, он настолько зелёный. Появились лавочки, урны. Тоже не все поддерживают. Некоторым лавочке кажется, что здесь лишними. Но большинство, потому что мы же обсуждали этот проект именно в рамках комфортной городской среды. Жители за него голосовали. Мы выставляли этот проект на голосование. И депутатский корпус участвовал в этом обсуждении. Ещё одним камнем преткновения стали пешеходные переходы. За много лет люди проложили свои, привычные тропы через сквер. Но теперь пешеходные переходы появятся в другом месте. Власти и рады бы пойти на уступки людям, но это вопрос их же безопасности. Нет возможности этого сделать в связи с регламентом ГИБДД. Совещания неоднократно проводились. И представители администрации приходили, у ДИБА и ГИБДД. Но принято решение, что есть регламент. То есть за него никак. Работы на новой аллее почти завершены. Там заменили асфальт, установили урны и лавочки. Озеленили газоны. Впервые в сквере появилось собственное освещение. Прогуляться по обновлённой аллее местные жители смогут уже 30 июля. Евгений Шиповский, Алена Крашенинникова, Павел Гинцы. Новости Прима. Количество заболевших ковид продолжает расти. Вирус мутирует. Больничные койки заняты практически на 100%. В самом начале пандемии такой сценарий развития события предсказал основатель Русала Олег Дерипаско. Он инициировал строительство специализированных центров помощи и спасения. Многие тогда недоумевали. Зачем? Ведь когда центры будут построены, уже всё кончится. К сожалению, действительность оказалась намного более суровой. Сейчас трудно представить, как справлялись бы в региональной медицине без центров помощи и спасения. Но строительством госпиталей помощь Олега Дерипаско не ограничивается. Подробности расскажем в спецпроекте «Территория спасения». Ачинск, Богучаны, Братск, Краснотуринск, Саяногорск, Тайшет, Шелихов. Семь городов и семь центров помощи и спасения. В их стенах те, чья болезнь протекает очень тяжело. Врачи здесь опытные и высоко квалифицированные. В каждом учреждении самое современное оборудование. Но для того, чтобы остановить пандемию, этого мало. Чтобы оказать достойное сопротивление мутирующему вирусу, медикам приходится постоянно учиться. Перенимать опыт коллег из других городов. Онлайн-семинар с профессором одной из ведущих клиник Москвы, составляющая обширные программы по поддержке региональной медицины от Олега Дерипаско. Новый актуальный образовательный курс по борьбе с коронавирусной инфекцией был организован для 200 врачей из разных городов страны. Благодаря Олегу Владимировичу Дерипаско построенные уже новые инфекционные госпитали не остались брошенными на произвол судьбы. Мы испытываем глубокое чувство удовлетворения, видя, что поддержка продолжается. Специалисты отмечают, что особенностью третьей волны стал короткий период развития заболевания. Возраст заболевших постепенно снижается. Стали болеть даже дети. Врачи ищут новые алгоритмы и схемы лечения. Очень хорошо, что Олег Владимирович Дерипаско понимает необходимость этого процесса. Понимает необходимость того, что нужно учиться, нужно искать, нужно привлекать ученых. Нужно думать, что делать дальше, как-то развиваться, бороться с этой инфекцией. Ну и вот у нас не только корпус, новый корпус Центра помощи и спасения, в котором работают наши специалисты, у нас есть и возможность получения новых методик лечения заболевания. Поддержка не только теоретическая, но и практическая. Кадровый состав Центра помощи и спасения усиливается специалистами из столичного региона. Чаще всего это анестезиологи и реаниматологи с большим опытом лечения COVID-19. Алексей Бидин, врач с 30-летним стажем, приехал работать в Братск из Коломны. И также получил возможность принять участие в онлайн-обучении. Мы узнаем новые практически каждый день. COVID-19 меняется, течение заболеваний меняется, ответ на наше лечение. Те сведения, которые они дают, это не просто опыта практической работы, это самые настоящие научные, еще не опубликованные статьи. Они не просто пробуют какие-то препараты, они проводят испытания по всем правилам и дают нам рекомендации, которыми мы можем пользоваться. Ну, не просто, знаете, как кто-то друг друга нашептал на ушко, а это, в общем-то, самая настоящая наука. Это надо использовать, с этим надо работать. Обучение медиков в регионах присутствия «Русала» в очном и онлайн форматах происходит регулярно. Так же, как и поставки средств индивидуальной защиты, аппаратов и лекарств. С начала пандемии в города присутствия «Русала» было передано более трех миллионов масок, свыше 600 тысяч противочумных костюмов, халатов, бахил и антисептиков. Поддержка исчисляется десятками миллионов рублей. Только в июле в больнице Красноярского края передано три машины скорой помощи. В Шерихов отправлено 11 баллонов важного сейчас кислородного концентрата. Это порядка миллиона рублей от компании. В помощь больным, для того, чтобы смесь кислородная концентрировалась именно тяжелым больным. Поддержку, которая оказывается регионом «Русала», основателям компании Олегом Дерипаско лично переоценить трудно. Это сотни и тысячи спасенных жизней. Однако, сделать свой вклад в борьбу с пандемией может каждый из нас. И на это не потребуется каких-либо сверхусилий. Соблюдайте санитарные требования, носите маску, соблюдайте социальную дистанцию, используйте антисептики. Если нет противопоказаний, обязательно поставьте прививку. Волонтеры-медики, несмотря на загруженность во время пандемии, помогают и тем, кто нуждается в особом внимании постоянно. Людям с ограниченными возможностями важна доступная, регулярная и профессиональная реабилитация. Как проходит набор участников и какую помощь им оказывают, расскажет Евгений Шиповский. Специальные упражнения для людей с ограниченными возможностями волонтеры-медики проводят два раза в неделю. У каждого участника своя личная история. У кого-то врожденные, у кого-то приобретенные травмы. Здесь все индивидуально. Для каждого пациента своя программа. А после лечебной физкультуры делают массаж. Тут проводится полное обследование. И по результатам назначается лечение, причем бесплатно. Выделяются медикаменты. И тут нам в спортзале ставят упражнения, чтобы мы в дальнейшем могли дома заниматься физическим. То есть заниматься физкультурой. Так правильно. Как это надо делать. После реабилитации, которая идет три месяца, улучшаются самочувствие и настроение, говорят пациенты. Все процедуры проходят под наблюдением врача. Волонтеры-медики помогают делать нужные упражнения. Желающих попасть в программу реабилитации много. Но взять всех физически невозможно. На одного человека задействовано несколько специалистов. И этот проект больше про персональную помощь, а не про массовое лечение. Спрос очень большой. Мы даже не можем всем уделить внимания. Потому что у нас ограниченное количество людей, 4 пациента всего. А кому это реально нужно, их на самом деле намного больше. И работа есть, и мы с ними работаем. И даже в период пандемии помогаем. Проект «Меридиан и перемен» создан не только для помощи пациентам, но и для обучения волонтеров-медиков, врачами и инструкторами. Ведь с такой категорией людей студенты не так часто сталкиваются в процессе обучения. Мы добились обучения наших волонтеров-медиков у медиков, у специалистов, которые уже имеют огромный опыт в рамках этой работы. И это реальная помощь нашим пациентам, которые сюда пришли. Мы считаем, что этот проект с большим будущим, несмотря на то, что он очень сложный и трудный. Проект существует полтора года. За это время реабилитацию прошли 16 человек. Некоторых из них удалось прооперировать. С новыми пациентами волонтеры-медики начнут заниматься уже в следующем месяце. Евгений Шиповский, Степан Майер, Новости Прима.